Всем добрый день! Я начинаю снимать продолжение предыдущего влога. До приезда дочки и внука осталось буквально считанные дни, осталось совсем чуть-чуть. Поэтому я сейчас сходила в магазин, прикупила кое-каких продуктов. Я сегодня посидела, подумала, что я хочу приготовить к их приезду. Ну и самой еще нужно что-то есть, потому что вот сегодня день еще не закончился. Завтра-послезавтра у меня тоже полные дни, я буду здесь, послезавтра вечером они приезжают. Вот, так что, что я купила, сейчас покажу вам вкратце. Ну вот опять две сумки приволокла, кошку я не покупала, кошка была здесь дома. Вот, купила картошку, купила капусту, зелень. Кстати, соль у нас обычная, простая, закончилась. Овсяночка моя закончилась, купила овсяночку, ну и купила колбасу, хлеб, йогурты, вкусняшки себе. Купила фрукты, персики, виноград. Ну это уже виноград к Дениному приезду. И самое главное, девочки, я купила ополаскиватель для посудомоечной машины. Вот, ну у нас вот такой ополаскиватель, магнит косметики был. Ну я взяла, думаю, ладно, пока таблеточками попользуемся, но ополаскиватель буду уже добавлять. Всем доброе утро! Я сегодня встала, умывалась и решила сразу нанести масочку. Ну это масочка, гарнир, три в одном. Маска, что там еще? Скраб, в общем, вот это вот такая, глина белая. Сейчас немножко подержу, кофе немножко хлебану, пойду умуюсь. Она еще не засохла. Да надо же и себе не забывать, правильно, девочки? Надо для себя что-то делать. Сейчас включила дополнительную лампочку. Хочу посмотреть, как лучше, как было, вот ряд лампочек горело. Или когда я добавила еще вот эту лампочку. Я смотрю просто освещение. У тебя с таким лицом освещение не поймешь, да? Ну вот, я теперь умылась, кремушком намазалась. И все, вроде бы ничего так, да? Нормальная женщина. Так, ну что я хотела сказать? Ночь прошла нормально. Как говорится, полет прошел нормально, да? Выспались, пол восьмого проснулись с Милочкой. Кстати говоря, я заметила, что она целый день спит. Вечером, когда уже идем укладываться спать, я выключаю везде свет, телевизор еще работает. И она тогда начинает что-то прыгать, скакать, бегать. Вот минут пять, наверное, она бегает, носится. Что такое? Или она уже просто понимает, что теперь уже надо опять спать или не хочется. Кстати говоря, у кого кошки так себя ведут перед сном? Напишите, это нормально или нет, что она целый день спит, а перед ночью начинает что-то бегать, носиться. Но, с другой стороны, знаете, вот когда ребенок тут дома, ребенок ее, по крайней мере, хотя бы выматывает. Знаете, он там с ней поиграет, поносится, побегает. И, в общем-то, ей тут весело. Со мной ей тут не весело, знаете, потому что я как-то тут особо с ней не играю. Она сама по себе ходит. Ну, пристает иногда, я возьму ее, поглажу какое-то время, но потом она сама по себе, я сама по себе. Напишите, это нормальное поведение кошки или кошка не должна себе поднести? Девочки, я сегодня решила приготовить, ну, овощное рагу, вроде типа соуса вообще. У меня есть индейкий кусочек. И туда я отправлю кабачки синенькие, одну картошечку. Дочка приедет, она любит с картошкой. Пару помидорчиков, болгарский перчик, лук. Сейчас я лук с индейкой обжарю на 10 минут режим обжарки, поставлю мультиварки. И остальные овощи потом закину, порежу все кубиками. И поставлю на режим тушения на час. Ну вот и все. Овощное рагу у меня готово. Сейчас остынет, и я буду кушать. Ох, девочки, поела я овощное рагу, вкуснятина, я наелась. Все это запиваю компотиком. Почитала я комментарии еще. Хочу на некоторые вопросы вам сейчас ответить. Кто-то пишет, почему я во все блюда кладу кабачки. Ну, я вам хочу сказать, девочки, пока сезон кабачков, я вообще их очень люблю. Из кабачков я люблю их и жареные, и в таком, и в таком другом блюде. Икру. Просто кабачки жарю я не особо часто, потому что масла они берут много. Масла лучше поменьше употреблять. Поэтому, когда делаешь кабачковую икру, которую я делала недавно, кстати, я ее уже съела. Там уже масла чуть-чуть, немного. И вот также овощной рагу с кабачками, с баклажанами я очень люблю. Поэтому пока сезон, пока эти продукты есть, пока они недорогие, я их готовлю. Я вообще думала, приготовить, может быть, борщ или овощной рагу. Но, честно говоря, вот за зиму борщ надоедает. Вот мне летом борщ как-то часто особо не хочется. Иногда, иногда там могу его сварить. Но вот он как-то так не естся, как зимой. Это борщ, также соус с картошкой, с мясом, тоже это зимний такой вариант. Поэтому я стараюсь вот эти вот овощи тушить. Это, смотрите, кабачки, баклажаны, болгарский перец, помидор, зелень. Это все вот эти вот овощи, они сейчас недорогие. И вот их потушить, ну, очень вкусно получается. Поэтому вот пока они дешевые, я их готовлю. Люблю, потому что. Дальше еще один комментарий, который там тоже продолжили многие люди. По поводу того, что почему мы Дэнью кормим вот этим вот мясом из баночки. Девочки, мясо он не любит вообще. Уже и молотое, и перетертое, и в блендере, и в виде фарша, и котлеты, не котлеты. В общем, в любом виде он кривится от этого мяса, он его выплевывает. И уже и уговорами, и разговорами, и по-хорошему, и не по-хорошему пробовали ему это мясо давать. Никаким образом он его не ест. Ну, зачем насиловать ребенка? Зачем его мучить, если он не хочет? Но если он хотя бы из баночки вот это мясо, которое пюреобразное, ест, ну, слава Богу, что пускай хотя бы так ест. Это лучше, чем вообще никакого мяса он не будет есть. Все-таки мясо это белок. Не думайте, что он ест у нас только какую-то там перетертую пищу. Он ест, кто-то там написал, что жевательный рефлекс, там нужно, чтобы он твердую пищу ел. Да с чего вы взяли, что он не ест твердую пищу? Он берет яблоко целиком, кусает, его грызет и ест. Чем вам не твердая пища? У нас просто парень, он с такими, со своими личными предпочтениями. И вот что-то он любит, а что-то он не любит. Но если он не любит, он ни в каком виде это есть не будет. По поводу супчиков. Вот я вам хочу сказать, у нас в семье супы никто не любит, и Деня тоже их не любит. Пока он был маленький, я ему в блендере борщ размешивала, в блендере перемалывала, в пюре делала суп-пюре. Но когда он был совсем маленький, там, я не знаю, полтора, там, может быть, года еще, до двух, может быть. Но он еще как-то ел это пюре, суп-пюре, борщ-пюре. А потом что-то вот не захотел, уже не ест. Но, кстати говоря, больше красного цвета, я заметила, он красное не особо любит. Вот все, что красное, он даже пробовать не хочет. Сколько раз предлагала ему арбуз? Сладенький, вкусный, все. Он может максимум только лизнуть, потом скривиться и все, не хочет. Не знаю почему. Ну, хочу вам сказать, дети, такие же люди, просто маленькие, у всех людей свои какие-то есть предпочтения. Просто это все перерастается и с возрастом потом какие-то другие вкусовые предпочтения появляются. Страшного в этом ничего нет, криминала никакого нет. И с врачами мы всегда консультировались по поводу еды, по поводу пищи. Ничего страшного нету, не хватайтесь за голову, не охайте, не ахайте. У всех разные дети. А еще вам хочу сказать одну такую вещь. Ребенок будет перебирать харчами до тех пор, пока ребенок не узнает, что такое голод. У меня, когда дети были маленькие, тоже вот они там что-то и это не то, что-то и это не то. Много они там еще носом вертели. Потом, когда наступили какие-то, вот какой-то период, были трудные времена, и с продуктами было очень трудно. И не было у нас уже каких-то там разнообразий всяких дома. Вот что дали, то и ешьте. И тогда вот у меня дети уже начали есть. Но дочка там не всегда, сын уже начал есть все, что ему дадут. И пока в доме есть изобилие продуктов, то есть нету никаких проблем с какими-то продуктами, тут ребенок уже выбирает, я это хочу, это я не хочу. Он может сказать, что он хочет, а чего он не хочет. Поэтому в садике иногда бывает, он поковыряется ложкой там в супе. Тем более у нас садик был, где там были видеокамеры. И мы могли в телефоне, в онлайне прямо посмотреть, что кушает наш ребенок, как он кушает и вообще, чем он там занимается. Поэтому я лично видела, как он сидит и ковыряется в тарелке. Но он может там пару раз ложку в рот взять, но так, чтобы есть, особо не ел. И когда я его с садика вот, допустим, забирала, если, допустим, я забирала с садика, он приходил прям голодный, он съедал одно и другое, и третье. Я смотрю, прям как будто целый день ребенка они кормили. На самом деле прекрасно кормят, но вот не все дети любят есть. Так что не переживайте за нашего ребенка, мы за него сами переживаем, и все у нас в порядке, за всем мы следим. И если кто-то считает, что моя дочка там не умеха, там готовить не умеет, не готовит или еще что-то, а я тут тоже же бываю каждую неделю, я каждую неделю что-то прихожу и готовлю. Поэтому все, что я готовлю, ребенку предлагаю, но не все он любит покушать. Так что вот так. Ну и на вопрос о кошке спрашивают. Одни пишут, кошка милая, другие пишут, ужасная кошка. Я хочу сказать, нормальная кошка, просто это такая порода, она компанейская, она любит компанию. А я такой человек, я компанию не люблю. Дочке кошка это подходит. Мне не подходит вообще ни одна кошка и никто вообще не подходит, потому что я человек одиночка, и мне одной комфортнее, чем с кем-либо вообще. Будь то это человек или это животное, не важно. Просто я не люблю компанию, я не люблю прилипал, я не люблю, когда за мной хвостом бегают, пристают постоянно, залазит тут кошка на меня все время, любит на руки, и она мяукает, потому что ей там скучно, ей хочется внимания. Но вот мне такая кошка не подходит. Кстати, милка с кексом, они очень разные. Если вы видели предыдущее видео, где я оставалась, я с кексом, это сына котенок, кот, кекс противоположность полная. Он не любит на руки, вообще не любил на руки. Его на руки возьмешь, он спрыгивает с рук. Он молчаливый, он не любит мяукать, а его голос там редко-редко там мякнет чуть-чуть где-то, если что-то хочет сказать. Но вообще очень редко он подавал голос. Ну, что называется, кот, который гуляет сам по себе. Вот такой кот мне подходит, потому что я сама по себе, кот сам по себе. Мне главное, чтобы у него там было чисто, чтобы у него была еда, вода, и все. Ну, вот это вот я не люблю. Днянька со скотами, вот это вот на руках, их все время наглаживать. Ну, не знаю, я не люблю, я такой человек. Ну, и тем не менее, ужасного в кошке ничего нет. Прекрасная, нормальная кошка. Да, ну, побегает она немножко за моими ногами. Ну, я там с ней строго наругаю, она отстает. Все прекрасно понимаю. Ну, целый день она спит. У нас сейчас лежит на диване и спит прекрасно. Так что все нормально. И ночью спит. Ночью мы с ней прекрасно спим. Так что за кошку я плохого сказать ничего не могу. Нормальная кошка, девочки. Не надо ее ругать. Так, ну и все. Я вроде бы на комментарии поотвечала. В общем, что сегодня еще делать? Ничего делать сегодня не собираюсь. Я, кстати, сегодня утром что-то проснулась. Думаю, хотела шептичку перебрать. Я вроде бы как бы где-то что-то пособирала. И у меня там получилось совсем чуть-чуть. А я помню, вдруг вчера вспомнила, что у нас была целая коробка лекарств. Мы когда перевозили, прям в коробке. И правда, я пошла, посмотрела и нашла эту коробку. Так что сегодня утром перебрала еще эти лекарства. Что-то ненужное там выбросила, нужное сложила, два ящика комода заняла. Ну, знаете, такое все, что может где-то что-то пригодится. Но срок годности нормальный, значит, все лежит в хранице. Полики протерла, все прекрасно. Ну и все. Пока мне делать сейчас нечего. Опять у меня сейчас полвторого дня. Можно сказать, целый день впереди. А я уже все убрала, все приготовила, все сделала. Делать больше нечего. Сейчас пойду искупаюсь, потом приду лягу и буду смотреть какой-нибудь сериал. Посмотрела я вчера сериал, который называется «И снова будет завтра». Там трехчасовой, там четыре серии. Но это мелодрама, девочки. Сначала как бы заинтриговало меня то, что девочка упала на льду. И потом получила травму. Мне было интересно посмотреть за ее судьбой в дальнейшем. В общем-то, фильм такой, можно сказать, нормальный. Но это мелодрама, самая настоящая. Я мелодраму не люблю. Для меня мелодрамы скучноватые. Я люблю, когда есть какая-то интрига, детектив, расследование, что-нибудь такое, знаете. Вот. Так что сейчас поищу какой-нибудь другой сериал, который меня больше заинтересует. И вот опять у меня сегодня целый день до вечера телек смотреть. И завтра, собственно говоря, полдня смотреть. И, кстати говоря, вот насчет капусты. Я же решила борщ не варить. Думаю, лучше я потушу капусточку с колбаской, как любит дочь, как ее приезд. Вот так вот. Так что это я буду готовить уже незадолго до ее приезда. Но не сегодня это точно. Ну все, пока. Пошла я отдыхать. Прекрасная малышка. Спит себе спокойненько. Девочки, уже вечер. И я решила протестить еще кое-какую программку в посудомойке. Я купила ополаскиватель. Я вам уже показывала. Я налила его вот сюда до метки Макси. Поставила на двоечку. И, я думаю, этого достаточно будет. Вот. Ну все, положила. Уже не снимаю пленочку, как вы мне подсказали. Все. Положу кое-какую посуду сейчас. Девочки, ну что я на этот раз решила протестировать? Ну, во-первых, вот это. Вот здесь немножко из-за грязнения. Вот в этих чистилках. Ну и ручки тоже тут немножечко. Потом я достала с мультиварки вот эта вот штучка. Ее очень трудно чистить руками. Вот попробую я ее здесь. Чтобы она прокрутилась. Вот положу сюда, где стаканы. Чтобы она тут лежала. Вот. Ну, один стаканчик я сюда поставила для того, чтобы посмотреть. Так-то стакан чистый, в общем. Но я хочу посмотреть насчет разводов. Будут разводы или нет. Ну, это я налила ополаскиватель. Мне интересно посмотреть результат. Вот эта решетка тоже она от мультиварки. И тоже я хочу посмотреть, помоется она или нет. Ну, и также вот половничек, ложечка от мультиварки. Будет ли она чище или она уже там чище уже никак не будет. Ну, и также для тестирования несколько тарелочек стеклянных. На них хорошо будет видно, останутся разводы или нет. Крышка от мультиварки. Вот, кстати, спрашивали мультиварку, какую брать. Берите так, чтобы можно было разбирать все. Крышка вот эта, чтобы съемная была. Чтобы вот эти вот детальки, которые можно помыть, чтобы можно было их лучше помыть. Так, ну и все. И сковородку я кладу ту повторную, которую я тестировала в прошлый раз. Старая сковорода. Ну, и раз пошла такая пляска, вот эта вот штука вот в мультиварке, она снимается. Вот, полностью, видите, крышка разбирается. Это я сняла, это я сняла, это я сняла. Все, вот это я сняла, все съемное. И вот эта крышка тоже, она разбирается. Сейчас я посмотрю, нужно ли ее туда положить или не стоит. Вот. Ну, тоже, вот видите, вот эти вот загогулины всякие разные. А тут туда очень трудно пролезть и очень трудно это промыть. Вот. Ну, тут вот резиночка такая. Ее, в принципе, по-моему, да, ее можно достать, наверное. Или она не снимается. Нет, по-моему, она не снимается, пусть будет. И все, ну, вот эта крышечка, все. Вот, видите, там тоже в эту щелку пролезть трудно. Тоже положу, пускай они промоются. Посмотрим завтра уже утром, что будет. Так, ну и что, запускаем мы машинку. Так. Программа первая. Она будет длиться 4 часа. Это у нас эко 50 градусов. Вот, в принципе, долгоиграющая программа и на 50 градусов. Она помоет не хуже, чем, допустим, быстрая программа, скажем, на 70. То есть тут уже играет на нас время. Милка плохо себя ведет. Все. Теперь мы видим, здесь не горит у меня лампочка, ни соль, ни ополаскиватель. Потому что у меня и соль-ополаскиватель там в наличии есть. Ну, все. Закрываем крышку. И пусть она 4 часа будет самомыться. А я уже утром увижу результат. Все. Лампочка красная загорелась. Процесс пошел. Мне еще очень интересно, девочки, узнать, вот ночью будет ли слышно посудомойку в спальне, вот при открытой двери. Я дверь не буду сейчас закрывать. Телевизор я сейчас громкость убрала. Ну, я слышу за окном еще шум машин. Милка, баловная девочка, ох, я тебя сейчас наругаю. Вот, шум машин слышу. Чуть-чуть какое-то там гульканье воды. Ну, в принципе, ненапряжное. Я надеюсь, что будет тихо. Завтра я вам скажу и поделюсь с вами впечатлениями. Ну, а пока сейчас что? Спокойной ночи. Ну, что, девочки, посудомойка уже все помыла. Сейчас утро, правда, раннее. Ну, раз уже я проснулась, давайте посмотрим, что у нас тут отмылось, а что не отмылось. Так, начнем с верхнего ящика. Вот эта поварешка. И вот эта. Ну, вот на этой тут уже просто подгоревшая на краю, поэтому она не отмылась. Так, что эта поварешка чистая. Так, теперь вот эти вот. Здесь меня интересовало то, что вот на этих ребрышках была желтизна. У меня их две. Ну, вот здесь вот чуть-чуть осталось. Вот тут. Ну, это можно, в принципе, будет дочистить, или она домоется, может быть, в другой раз. А вот здесь вот была чернота, вот она смылась. Да, чище, это стало чище. Так, теперь ножик. Вот здесь было грязнее. Вот здесь. А вот сама ручка, она посветлела. Ну, в принципе, этот нож им очень редко. Я пользуюсь очень редко. Так, вот стакан меня интересовал. Посмотрите, если на свет. Вот разводов нету. Стакан старый, он просто поцарапанный. Но разводов нету. Хорошо. Так, теперь вот эти вот детали от мультиварки. Одна и вторая деталь. Вот, вот это, вот мне, Каев, всё помылось, помылось всё внутренне. Здесь вот здорово. Вот там вот здесь я даже пальцем не могла пролезть, но там вся грязь отмылась. Вот это вот хорошо. Так, ну вот это, в общем, целом стало чище, но она уже пожелтевшая со временем. Или у неё такой цвет был, я не знаю. Да, вообще-то у неё был нечисто белый цвет. Такой немножко, как топлёное молоко. Так, ну она стала тоже чище. Вот, а вот эта вот деталька, тоже от мультиварки, вот она тоже стала чище намного, потому что здесь, конечно, было жёлтое всё внутри. Вот это вот осталось только чуть-чуть. Но, в принципе, тут уже и не страшно. Самое главное, что она вся сама отмылась, помылась, уже стала чище. Ну, если помыть её ещё раз, она ещё чище будет. О, тарелочки. Ой, какая прелесть. Ни одной капельки, ни одного развода нет. Вот. Ополаскиватель работает. Хотя, если так приглядеться, я вот вроде бы как чуть-чуть увижу, да, немножечко развод. Так. Значит, ополаскиватель просто-напросто нужно поставить мне тогда не на двоечку, а добавить. Потому что ополаскиватель там регулируется от одного до шести. Я поставила так на двоечку приблизительно. Так, ещё одна тарелочка. Вот на этой тарелке видно лучше. Тарелки тоже старые, немножко поцарапанные, но здесь я вижу тоже вот намного всё лучше. Ну, тоже я, в общем-то, разводов и не вижу. Тарелки чище стали. Это старые тарелки, тоже уже поцарапанные такие. А вот эта вот крышка, это от мультиварки. И это, кстати говоря, вот, вот на крышке как раз очень хорошо видно, почему нельзя в посудомойке мыть алюминий. Вот это, видите? Вот эта сторона, видно, с каким-то покрытием. Но она стала чище намного. То есть чуть-чуть вот тут осталось. Немножечко жёлтенького. Вообще, вы знаете, оно пемалюксом отмывается. Но я просто решила протестировать посудомойку. А вот это вот, видите, пятна на алюминии? Вот так получается алюминий. Вот что с ним становится? Это если его помыть вот этими моющими средствами, агрессивными, которые в моющей посудомойке. Но это не критично. Это, собственно говоря, у нас вообще находится на задней стенке. Этого не видно на крышке. Так, дальше крышка. Крышку мы эту мыли уже. Один раз мыли в посудомойке. И это я положила её повторно. Да, действительно, был прав, кто писал, что не переживайте, после нескольких раз всё отмоется. Да, действительно, крышка стала намного чище. Вот. Ну и сама сковорода, тоже она становится чище. Но у неё... У меня к чему претензии? То, что вот здесь вот оно тёмное, оно уже так и осталось. Потому что это вот панкейки дочка делала. И выгорает просто, знаете, со временем. А вот то, что вот здесь вот кромка, да, она стала чище. А вот местами ещё желтизна осталась. Но это не желтизна, это налёт. В принципе, если бы была железная щётка, можно было бы это всё в раз и удалить. Ну, это уже не принципиально, в принципе. Это старая сковорода. Тоже панкейки дочка будет, может быть, ещё и выпекать. Ну, что, девочки, вот таким вот образом моё утро началось. В 5 часов утра. Нет, Милочка, она бы спала бы ещё. Я когда проснулась, она спала ещё рядом. Я просто вышла в туалет, но она, как всегда, потелёкала за мной. И всё. Потом я легла, она уже не захотела ложиться. Ну, и, в общем, я тоже тогда и проснулась. Но мы, правда, вчера уснули рано. Так что, в общем, я думаю, что мы выспались. Я, по крайней мере, так нормально себя чувствую. Вот. Ну что, протестировали мы ещё одну программку, длительную программку, Эко 50, которая длится 4 часа. И с ополаскивателем. В общем, самое главное, я хотела посмотреть, останутся разводы или нет. Ополаскиватель до этого я поставила на двоечку. Но я посмотрела, что разводы всё-таки, если приглядеться, их видно. Я уже поставила на четвёрочку. В следующий раз ещё раз протестирую стекло. На стекле очень хорошо это видно. Подойдёт ли четвёрочка или нет. Ну, там максимально идёт отметка 6, в общем. Так что, до максимума ещё есть. Но у нас вода жёсткая, поэтому я думаю, что, в общем-то, я с минимума начала. Потому что, чем больше становится деление, тем больше уходит ополаскивател. Оно в целях экономии поставила двоечку. Но всё-таки сейчас я вижу, что нужно ставить четвёрочку. Ладно. Протестим ещё раз потом. Может быть, ещё какую-нибудь программку. Вот. Смотрите на неё. Ты проснулась, можно сказать, да, мила? И давай скакать, как конь. Летали прям. Летали. Знаете, она у нас тут. Ну, вот. Значит, что ещё? Вы увидели, да, что происходит с алюминием. И, кстати говоря, про эту крышку, в общем-то, ну, во-первых, я не подумала, что она алюминиевая. А с другой стороны, видите, она, видно, с одной стороны, просто алюминиевая. Это как раз-таки изнаночная сторона, а не лицевая. Обратная сторона, с которой не видно, где вот эти пятна появились. А лицевая сторона, она, скорее всего, идёт с каким-то покрытием. И вот это покрытие, оно, видите, не потемнело ничего. Но вообще с этой крышкой надо, конечно, поаккуратнее, потому что, если это действительно какое-то покрытие, оно может, в конце концов, смыться, и будет опять-таки, тогда лицевая сторона будет тоже некрасиво выглядеть. Но вообще не всё можно мыть в посудомойке. Есть некоторые, вот, цветные металлы, например, нельзя, там, дерево нельзя, оно разбухнет, кость, позолоты вот смываются тоже со временем. Ну, весь перечень, чего там нельзя мыть, есть вообще в интернете. Можно прям набрать, что нельзя мыть в посудомойке, и этот перечень весь у вас покажется на лицо. Ну и всё, сейчас что я сейчас? Я пью кофе, как всегда, что мне ещё делать? Смотрю, как мило с ума сходит, там, весится, да? Всё. Ну, она проснулась, у неё бодрячок теперь, бодрячок. Она теперь сейчас попрыгает, поскачет, потом угомонится и дальше ляжет и будет спать. Пусть поиграет пока. Вот, ну, я сейчас сяду, почитаю пока комментарии ваши, что вы тут за ночь мне написали. Девочки, сижу уже полчаса и думаю, чем же мне сегодня заняться? Ну, комментарии я почитала, там всё ясно, всё понятно. Самое ужасное для меня, вот я понимаю сейчас, это когда мне вообще нечем заняться. Для меня это ужасно. Я вчера переделала всё, что только могла и сегодня у меня совершенно вот полный день, свободный. Я вообще не знаю, чем заняться. Ну, там приготовить капусту дочке, это я приготовлю, это, в общем-то, не проблема. А что ещё поделать мне? Я сегодня опять, наверное, буду целый день лежать и смотреть телевизор. Кстати, вчера посмотрела я сериал «Сердце ангела», ну, в общем, скажу так себе, сериал посмотреть можно один раз, но на самом деле сериал больше всего я смотрела из-за любимого актёра, там Михаил Пореченков играет главную роль, в общем-то, мне он нравится, и из-за этого я этот сериал, в общем-то, и так досмотрела. Ну, в общем, так, ничего. Надо что-нибудь поинтереснее, по захватывающее такое более-менее найти, более долгоиграющее, потому что сегодня, наверное, целый день делать будет не нечего. Ну, может быть, я ещё что-нибудь подумаю, придумаю, но, скорее всего, это попадёт уже в следующее видео. Дочка уже приедет завтра утром, сегодня ещё целый день впереди, и ночь впереди. Сейчас я уже смотрю, наснимала я по времени достаточно, чтобы уже смонтировать видео, для того, чтобы оно не было слишком длинным. Длинные видео и вам смотреть тяжело, и мне монтировать тяжело, поэтому это видео сейчас я закрою, а потом, когда я придумаю, что мне делать дальше, я открою новое видео, которое будет называться уже встреча, подготовка к встрече. Милочка, иди сюда, зайка, иди, иди, иди ко мне, иди сюда, иди. Чё ты мяукаешь? Скучно ей, хочется, чтобы кто-то с ней позанимался, ладно? Сейчас займусь я её, у меня больше нечем заняться, кошку тут воспитывают. Дякую, моя заячка, иди сюда, иди. Ругаю тебя, воспитываю тебя, да, потому что ты иногда плохо себя ведёшь, вот зачем ты меня сейчас кусаешь, а? Кто разрешал тебе кусаться? Я не разрешала, я не разрешала тебе кусаться, милая. Это что за поведение такое? Я тебя что, держу? Я тебя не держу, ты свободно иди, гуляй, Вася. Хочет внимания себе, да? Внимания хочешь себе. В комментариях, я смотрю, многие пишут о том, что есть можно, что есть нельзя, о вреде там, какого-то питания, мне даже одна подписчица написала, посчитала, сколько мяса я съела за эти дни, и что столько мяса кушать вредно. Девочки, согласны, много мяса кушать вредно. Ну, я мясоед, мясо я люблю, и, поэтому, если я мясо не поем, например, вот за день, да, вообще, то я чувствую себя голодной, у меня остальная пища как-то вот куда-то проваливается, всё. Ну, хотя я знаю, что много мяса есть, это вообще будет повышенный холестерин. Ну, когда я сяду на диету, я начну холестерин уже снижать, и сладости поменьше есть. Вот сейчас тоже каждый день я ем вот эти вот десертики, что-то сладкое хочется. Ну, ну, знаете, вот хочется и ем, а вы не ешьте. Кстати, мне уже посылочка, уже поступило в почтовое отделение, посылочка Василёк, и вот эта вот посылочка, которую я буду делать обзорчик, в ближайшее время дочка приедет, она у меня посылки обычно забирает мои, и там я уже несколько вещей заказала себе 54 размера, но потому что 52 размер, как бы уже, знаете, сидит в облипочку, а мне нравится, когда просторные, поэтому, и я уже вес набрала, я вижу, что набрала лишний вес, и поэтому я уже несколько вещей вот взяла так на пробу 54 размера, ну, в принципе, если они будут на мне большеватые, широковатые, хотя я не думаю, что особо большеватые будут, но это даже неплохо, потому что я люблю вещи просторные, чтобы они вообще совершенно легко на мне висели, знаете, мешочками, вот так, а вообще, девочки, хочу я вам сказать, что вот пока я тут побыла у дочки, можно сказать, что я была как на курорке, отдохнула, никто меня не напрягал, в общем-то, знаете, мне спешить некуда, когда я нахожусь дома, и знаю, что дочка в любой момент может меня позвать, если там нужно с Дэней, допустим, посидеть, ну, я даже и то не настолько чувствую себя, как бы сказать, свободной, да, расслабленной, иногда там думаю, какие-то дела поделать, потом приходится их просто переносить на какой-то другой день, а сейчас я просто знала целую неделю, что я тут буду одна, поэтому я расслаблялась, и даже если что-то делала, делала это потихоньку, не торопясь, с чувством, с толком, с расстановкой, ну, я уже все поделала, все что могла, больше мне делать нечего, и мой отдых продолжается еще и сегодня, вот, но я уже в предвкушении их приезда, поэтому я сегодня также буду отдыхать, также буду расслабляться, к приезду я уже готова, так что, вот такие вот дела, вообще, конечно, хочу сказать, что тут хорошо, и удобство, и кухня теперь красивая, теперь с удовольствием, что-то можно здесь приготовить, конечно, приятно все это смотреть, на это все, но, знаете, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше, дома все-таки меня окружают мои любимые вещи, ну, видите, так человек устроен, что наши вещи нас тянут, притягивают к себе, такая привязанность к вещам получается, да, ну, я уже и за домом своим тоже соскучилась, и за дочкой с внуком соскучилась, в общем, короче говоря, чувствую, что мне уже немножечко здесь становится скучновато, не хватает чего-то, да, хоть я люблю тишину, покой, но вот уже чего-то начинает мне не хватать, вот, ну, все, мои хорошие, на этом я видео свое сейчас заканчиваю, и чуть позже уже начну снимать следующее видео, которое будет, наверное, называться «Приезд моей дочки» или «Встреча с моими близкими», ну, как-нибудь назову. Все, девочки, тому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто хочет, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok